Ужасно В библиотеку можно не только ходить, но и лазить Жительница американского штата Айдаха придумала устроить библиотеку внутри 110-летнего тополя, который начал медленно умирать Верхушку дерева спилили, в стволе выдолбили полость, установили там полки и стеклянную дверь А еще к дереву провели электричество Теперь пользоваться библиотекой может любой желающий Можно просто подойти к дереву, открыть дверцу и взять книгу Главное не забыть ее вернуть Лекарство от кашля может быть вкусным Ученые выяснили, что в борьбе с кашлем отлично помогает шоколад Секрет в целебных свойствах какао-бобов Это из них делают какао, а потом шоколадки Подтаявшее какао обволакивает и смягчает воспаленное горло Нужно только соблюдать одно правило Шоколад съедать не сразу, а медленно рассасывать Если, конечно, хватит терпения Желательно выбирать темный шоколад В нем содержится больше какао Важно не переесть шоколадного лекарства Например, семилетнему ребенку можно в день съедать не более 30 граммов Это примерно одна четвертая часть стандартной плитки Если начали выздоравливать, шоколадку лучше заменить фруктами Ужасно интересно Все то, что неизвестно А знаете ли вы, что... Говорить с иными мирами возможно уже сейчас Правда, только в Москве и только через дверь На двух станциях московского метро установлены специальные онлайн-двери С их помощью пассажиры, находящиеся на станции метро Площадь Революции Смогут пообщаться с пассажирами, которые находятся на станции Пушкинская Двери оснащены высокоскоростным интернетом, микрофонами и видеокамерами Связь устойчивая, изображение качественное Казалось бы, зачем незнакомым людям через дверь общаться? Во-первых, это прикольно Ведь нигде в мире такой связи в метро нет А во-вторых, почему бы и не поднять друг другу настроение? Улыбнулся кому-нибудь через онлайн-дверь Доброго дня пожелал И другому человеку стало веселей На этом все С вами была Софья Бондаренко И программа... Ужасно интересно Все то, что неизвестно